Изоляция вместо арены. Московский цирк стал заложником карантина в Караганде. Он прибыл в областной центр еще в конце февраля. Российские артисты привезли с собой более 50 животных и спустя почти два месяца вынужденного простоя звери оказались на краю гибели. Артистам нечем их кормить. На призыв о помощи откликнулись местные жители. Марина Золотарева разбиралась в проблеме. Медведи, обезьяны, еноты и собаки должны были стать участниками необычной программы, которую подготовили российские артисты цирка и карагандинские музыканты. Однако на арену животные так и не вышли. Город закрыли на карантин. Половина московской труппы успела уехать домой. Оставшиеся 17 артистов, в основном дрессировщики, не смогли оперативно покинуть город из-за своих подопечных. Если мы в какой-то цирк приедем, в Новосибирске, либо в Омске, нас также наших животных не смогут принять по причине того, что там стоят другие животные. И они также сидят на карантине, так же, как мы. А других животных просто уже не пустят в цирк, потому что есть соответствующие ветеринарные требования. Чтобы кормить несколько десятков животных в месяц, нужно полмиллиона тенге, говорят артисты. Собственных запасов хватило на несколько недель. Однако изоляция затягивается и средств не хватает. За помощью россияне обратились к горожанам. Каргандинцы сразу откликнулись на призыв. Теперь меню для цирковых подопечных разрабатывают неравнодушные горожане. Все вместе обговаривали, какая помощь нужна именно животным, которые сейчас находятся в изоляции. И решили, что каждый по возможности, что сможет, привезет. Мы купили медведям сгущенку, повидло. Обезьянам взяли конфеты, печеньки. Взяли сосиски, сосисек очень много взяли, сухофруктов, корм. Буквально за сутки каргандинцы привезли столько еды, что животным хватит на ближайшие две недели. Россияне надеются, что смогут уехать до того, как запасы закончатся вновь. Хочу сказать всем казахстанцам, которые нам помогают, нам очень много продуктов привезли. Спасибо большое. Марина Золотарева, Села Уигликов, Аслан Демисбаев, Карганда, Хабар, 24.